В далёком 1998 году добрый дядя Уоррен Спектр создал для нас игру про вора, который любил тащить всё, что плохо лежит, не раскрашивая при этом стены кровью врагов. С тех пор утекло много воды, все видеоигры нам заменил жанр пресс X2Win, а ставшая легендарной франшиза Sith благополучно заглохла в 2004 году. Но не таковы самураи из Square Enix, чтобы отправлять на пенсию вора, который может притащить им ещё не один чемодан золота. И сотворили они ремейк, и решили они, что это хорошо. Сюжетный ремейк начисто отметает всё, что происходило в оригинальных играх. Новый Гаррет просто очень хороший вор, который, изменив собственному правилу «Орлы летают в одиночестве», взял ученицу. Бойкой девице Эрин очень понравилось воровать. Но ещё больше барышне понравилось стучать по темечку ни в чём не повинных стражников тяжёлыми тупыми предметами. Решив преподать дерзкой ученице урок, Гаррет прямо в ходе очередного ограбления стащил у неё пресловутый тяжёлый тупой предмет. Разумеется, всё пошло не так. Ученица пропала без вести, а Гаррет, потеряв сознание, пришёл в себя только через год. Тут-то и начинаются события игры. Итак, что же представляет собой сив свежего разлива? А представляет он собой зрелище весьма противоречивое. Нет, что касается графики, претензий никаких. Декорации, задники и всевозможные спецэффекты неустанно радуют глаз. Но вот в том, что касается игрового процесса, Эйдос Монреаль серьёзно дали маху. Порушив ради перезагрузки старый проработанный мир игры, разработчики так и не сподобились создать ему замену. Воссоздав одну из лучших на сегодняшний день стелс-систем, они просто бросили её в пустой, начисто лишённый колорита город, в котором практически ничего не происходит. В данью моде здесь присутствует и открытый, но пустой мир, и совершенно бесполезная система прокачки, которую всю игру можно даже не открывать, а также тенденция к коллекционированию разного барахла. Спасибо, что хоть по башням лазить не заставляют. Помните, как в Deadly Shadows можно было раздразнить толпу хамеритов и привести её на хвосте в квартал язычников, а потом, спрятавшись в тени, гаденько хихикать, глядя, как две ненавидящие друг друга фракции набивают себе фраги? Ну так забудьте об этом. В городе версии 2014 года вводятся только стражники и немногочисленные обыватели. При этом город, по которому нам придётся изрядно посновать, буквально набит окнами и дверьми, куда можно забраться и как следует поживиться. Главное при этом не задаваться вопросом о смысле. В идеале, конечно, всё украденное добавляет вожделенного золотишка нам в карман. Беда в том, что нет никакой нужды его тратить. Даже на максимальной сложности всю игру можно пройти, не купив совершенно ничего, кроме парочки самых необходимых инструментов. Разве что от осуждаемого всеми фокуса есть некоторая польза. С его помощью можно, например, подсветить замаскированные ловушки. Правда, не увидеть их может только человек, совершенно незнакомый с жанром. Добрых слов не заслуживает и сюжет игры. Совершенно очевидно, что разработчики сделали ставку исключительно на новичков, потому что ветераны мгновенно узнают, что и из какой части франшизы СИФ было украдено. Уровень за уровнем игрок со стажем будет говорить себе, а это новая версия миссии в Башне Ангелов, а это шейлбриджская психушка, а это поместье Константина. Словом, ничего нового для перезагрузки разработчики придумать так и не сподобились. Вдобавок нет в новом воре персонажей, достойных оригинала. Баса, Королева Нищих, Орион. Все они теряются на фоне Виктории, Кароса и Старой Ведьмы. Даже новый Гарретт, лишившись всей своей бурной предыстории, стал пресным и скучным типом, лишь изредка опуская шутки по поводу происходящего. Может показаться, что перед нами провальный проект, но это далеко не так. Во-первых, разработчики создали совершенно восхитительную стелс-систему. Ну как создали? Просто очень аккуратно перенесли ее из оригинала, не решившись ремонтировать то, что и так хорошо работает. Во-вторых, награды заслуживают дизайнеры, которые разрабатывали внешний вид всего, что есть в этой игре. Все локации выглядят именно так, как и должны выглядеть в реальном мире. Особняк барона помпезный, богато декорированный, усталанный коврами и хорошо освещенный. Мастерская чудаковатого механика забита непонятными механизмами, записками и тарелками с недоеденным ужином. В мрачной психушке с дурной репутацией повсюду потеки крови, пыль, ветхая мебель и эхо нечеловеческих голосов. Не отстают и персонажи. В какой-то веке Гарретт похож на мастера-вора, а не на одноглазого бомжа. Ну а задание, которое вам будет давать экстравагантный Витторио, вовсе представляет собой лучшее, что есть в игре. Наконец, блуждая по городу, внимательный игрок обязательно отыщет возможности подзаработать или разгадать пару-тройку действительно интересных загадок, чтобы получше ознакомиться с таинственной историей этого мира. Разработчики заслуживают похвалы и за то, что им удалось воссоздать атмосферу гнетущего предвкушения, даже несмотря на то, что ночные улицы чересчур пусты. Складывается впечатление, что Эйдос Монреаль не хватило буквально полгода, чтобы довести свое детище до ума. Перезапуск приключений Гаррета скорее жив, чем мертв. Несмотря на скучный сюжет, проходить кампанию и побочные задания все равно интересно. Игра далеко не идеальна, но что важнее, в ней чувствуется огромный, по большей части нереализованный потенциал. Так что не исключено, что следующая часть перезапущенной франшизы не будет ни в чем уступать тем старым добрым играм. Продолжение следует...